здравствуйте дорогие друзья садоводы и огородники мне очень с вами снова приятно побеседовать поговорить и ответить на ваши вопросы мы открыли вот такую новую рубрику это в общем-то вечер вопросов и ответов честно говоря я не ожидала что столько будет вопросов и просто вот ну извините мои хорошие но просто физически но невозможно ответить вот так вот письменно на все вопросы поэтому мы решили просто вот так вот снимать и отвечать на ваши вопросы ну что ж давайте наверное приступим к нашим вопросам скажите пожалуйста от прежних хозяев с осени теплица не убрано плети привязанные засохшие и в земле петрушка и зеленушка осталось что в таком случае сделать убрать ли старую землю или чем-то обработать пока время есть вы знаете в общем то в принципе мой совет во первых нужно что сделать весной убрать весь этот сухостой которые есть вот во первых что росло именно в этой теплице вы говорите петрушка зеленушка вот если не было там томатов не было огурцов то в принципе вас не должно это тревожит вы должны подготовить теплицу промыть как следует промыть стены если только поликарбонатая теплица их нужно мыть каждую весну чтобы они лучше солнышко пропускали вот перекопать землю конечно хорошо бы это было все сделать осенью посадить сидираты но что ж коли этого не сделали вы сделаете это сейчас перекопаете просто-напросто землю ну и пожалуй наверное все я бы не стала ее ничем не проливать и как бы я думаю ну нет причин для беспокойства вопрос следующий у меня к вам небольшой вопрос у меня чтобы сделать улитку нет такого материала из чего можно еще сделать ну чем хороший этот материал он довольно таки плотный он держит тепло с ним очень удобно и приятно работать вот я думаю он не такой дорогой конечно его можно приобрести в любом строительном магазине но коли не хотите вы этого делать вы можете просто взять любую плотную но только плотную где-то 120 примерно микрон пленку и сделать из пленки но я хочу сказать что это не есть правильно и как бы ну это уже нарушение вот моего способа посадки улитки вопрос следующий подскажите пожалуйста что делать в улитках с томатами плесень пикировать еще рано плесень появляется во-первых это некачественная земля порой мы покупаем землю и нам производитель предлагает некачественную землю но если это конечно произошло то мой совет вам можно просто сверху посыпать сухим речным песком заранее его проколите на сковородке но конечно остудите чтобы он был холодным и за просто просто вот как вы солите еду присолить как я говорю поверх рассады вот насыпать этот песок или взять древесный уголь можно его на терке измельчить и то же самое присыпать вверх вот именно древесным углем залой я бы не советовала это делать потому что но тоже залой можно есть такое выражение перри борщи все-таки это уголь и песок следующий вопрос подскажите пожалуйста вы огурцы летом на ночь укрываете я огурцы никогда летом на ночь не укрываем не укрываем ничем я не пользуюсь не укрываем следующий вопрос юлечка какой породы курочек вы держите породы курочек я не занимаюсь чисто породным разведением кур потому что каждый человек должен определиться для чего он содержит птицу мне птица нужно для яйца и для мяса для мяса чтобы кушать как говорится всегда свежие экопродукты поэтому я не занимаюсь чисто породным разведением потому что чисто породная птица требует к себе очень много внимания ухода просто-напросто я называю этих кур деревенские это куры которые ну как говорится очень выносливые и как бы хороши подскажите пожалуйста как и чем подкормить землянику из семян сейчас по два листочка я уже ранее говорила я никогда не подкармливаю свою рассаду просто я этого не практикую потому что я не хочу дать бурного роста рассады чтобы она переросла все необходимое она получит потом в грунте в открытом грунте вопрос подскажите пожалуйста возраст вашей рассады из видео работа над ошибками при посадке улиток а именно перца и томатов и можно ли уже сажать огурцы на рассаду или еще подождать пи перец у меня был посажен в середине февраля я сажал и перец томаты у меня были посажены 1 марта огурцы уже сейчас до наступила как раз таки самое время для посадки огурцов я уже подготавливаю видео и обязательно сниму и покажу как это правильно грамотно сделать вопрос его задали 3 апреля извините что отвлекаю на меня к вопрос не поздно ли сажать семена томатов в улитку сегодня или завтра заранее спасибо ну в данный момент вы можете посадить любые ранние сорта томатов можно посадить еще 3 марта хотела вас спросить у меня почему-то у помидор светло-зеленые листья как бы чуть пожелтелые как мраморный рисунок я такое впервые встречаю и не знаю что делать земля покупная готовый грунт вроде бы рассада и нормальная сама по себе но почему-то цвет не насыщенный зеленый как прежде я с таким явлением встречаюсь впервые знаете это может быть просто-напросто недостаток недостаток именно солнышко недостаток света потому что сейчас у нас довольно таки такие стоят пасмурные дни и в общем-то рассаде не хватает солнца не хватает именно солнца вопрос следующий я закрутила спаржу в улитку сразу с землей что-то никак не проклевывается не подскажете как поступить может заново посадить вы знаете честно говоря честно вам скажу я никогда спаржу не сажал поэтому извините я вам не могу дать совета на этот вопрос следующий вопрос скажите на каком расстоянии лучше всего садить семена в подложку я посадила на расстоянии один сантиметр примерно это часто нет это нормально спасибо вопрос если не сильно отвлеку прошу помощи семидольные листочки у перцев пожелтели и опадают это конец моей рассаде нет в принципе это ничего страшного это может происходить из-за того что вы все-таки заливаете рассаду и она вот так вот реагирует она в общем-то просит у вас на помощи следите пожалуйста за поливом следующий вопрос хочу спросить вас по какой схеме вы сажаете томаты в теплице 8 метров у вас 80 штук у меня в теплице 6 метров всего 40 штук это муж меня ругает что густо хочу в этом году попробовать сделать в теплице два прохода чтобы при проползке из буря урожая не наступать нагряды и по какой схеме разместить не знаю у меня в теплице два прохода тоже значит в центральной гряде я сажаю в шахматном порядке в два ряда и в шахматном порядке я сажаю получается как бы около стен томаты расстояние между томатами примерно где-то например на где-то полметра может быть даже чуть поменьше вопрос по поводу семян огурцов как их замачиваете вы показывали что они у вас в воде плавают я замачиваю в тряпочках и на блюдце может неправильно сегодня четвертый день проклюнулась только два думаю проклюнутся не дождаться когда все проклюнутся потом сажать в пеленке конечно лучше дождаться пока не проклюнутся все потом сажать в пеленке для чего по как они у меня очутились в воде просто из тряпочки я их аккуратненько опускаю в воду для чего для того что сразу вы получается как бы поливаете огурец и в то же время сажаете не повредив его росточек просто это очень удобно а вообще огурцы я очень люблю сажать это в горячей опилке на этом я заканчиваю наш вечер вопросов и ответов мне очень всегда приятно вам отвечать на все ваши вопросы до свидания до новых встреч оставайтесь всегда со мной с вами была юлия меняева во саду левогороде пока